Добрый день, с вами компания OEMZAP, меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас на ремонте вот такой автомобиль Kia Magentis, 2008 года выпуска, пробег на данном автомобиле 158000, двигатель здесь стоит двухлитровый G4QA, и данный автомобиль приехал с проблемой термостата, то есть автомобиль долго прогревается на холодную, вот, что указывает на проблемы с термостатом, то есть он скорее всего заклинил чуть-чуть при открытом положении. Как еще проявляется данная неисправность, то есть когда автомобиль прогрет, то есть температура доходит до рабочей своей зоны, вот, это на настоящем автомобиле, когда стоит. Когда автомобиль начинает двигаться, то есть идет продувка встречным ветром, потоком воздуха, и заметно, как стрелка температуры начинает опускаться, падать, то есть это указывает на проблемы с термостатом. Также может термостат заклинить в закрытом положении, тогда машина будет греться, перегреваться. Ну, просто может быть, что он открывается либо раньше, либо позже, бывает и такое. Ну, на данном автомобиле, то есть проблема такая, что автомобиль долго греется, и термостат открытый постоянно. Будем использовать оригинальный, вот с таким вот номером. Меняется он здесь просто, относительно. Для этого нам нужно будет, соответственно, слить антифриз, снять воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра с патрубком, и под ним он стоит, там дальше. Дальше мы покажем. Ну, все, приступаем. При снятии его корпуса воздушного фильтра была обнаружена течь антифриза. Здесь она собралась на коробке, антифриз. Сейчас надо понять, откуда он течет. Воспользуемся тестером. Сейчас мы создадим давление в системе охлаждения. И если течь там есть, то она себя проявит. Здесь, по всей видимости, тут эта патрубка течет, потому что как раз след начинается от него. Когда машина холодная, то есть на холодную течет. При прогреве, то есть материалы все расширяются, и течь перестает. Вот. Походу, и это дело устраним. Да откуда тебе там стука? Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильный профессиональный. Ремонт двигателя можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки ремонта вашего двигателя. Резинку разъяло. Резинку. Что стало с резинкой, непонятно. Куски резины еще попали в сам термостат. Ее может из-за этого не срабатывать. Ну, то есть он, да, плотно не закрывался. И, соответственно, антифриз шел по большому кругу через радиатор. Термостат у нас новый. Здесь какой-то, блин, всю резину разъело. Ну, она раздулась еще в размерах. Все, ставим новую резинку на новый термостат. Точнее, уплотнитель ставим на место, собираем, запускаем и проверяем, чтобы нигде ничего не подтекало. Ну, и всегда старайтесь хомут ставить на его старое место. То есть здесь виднее отметины, как он стоял. Они такие продавленные. И всегда старайтесь ставить так, как он стоял. Чтобы он лучше обжал патрубок. Все, сейчас мы старый антифриз выдуем отсюда. Предварительно закрыв дросси, чтобы туда не попало ничего. И соберем все на место, зальем новый антифриз. Заведем, проверим все. Так, запускаем автомобиль. Температуру можно устрелить на максимум. Ждем, пока прогреется. И периодически проверяем уровень антифриза. Так, все. Автомобиль у нас прогрелся. Вентилятор включился. Он уже отработал. Так, все патрубки горячие. Нижний тоже. То есть значит, что термостат открылся. Патрубки на печку тоже. В салоне тепло. На этом все. Собираем, ставим декоративную крышку, закрываем капот. И выгоняем машину на улицу и отдаем клиенту. Подписывайтесь, ставьте лайки. Приезжайте нам на обслуживание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...